Привет, друзья! На связи Рина Пинтонида, ваш риэлтор во Флориде. Вещик такие, ну совершенно неординарные, которые сейчас происходят в Соединенных Штатах Америки. И причем с каждым днем это вот становится как-то все интереснее и интереснее. И пока я не вижу, чтобы что-то закончилось. Наверняка вы знаете, что у нас начались волнения такие. Они начались как мирные протесты по поводу смерти афроамериканца в Миньянаполисе от рук полицейского. В принципе, я могу сказать, что это случай не единичный, это случай не первый, не последний. Но то, что вот эти мирные протесты в первую очередь развернулись, ну по всем практически штатам. По всем, по всем крупным городам. Вот это уже говорит о том, что это как-то какая-то спланированная акция. Просто ждали случай, который подвернется абсолютно рядовой случай. Это первый момент. И второй момент, то, что вот, как говорится, вот это мирные протесты, которые проходят в светлое время суток, вдруг становятся опять же по всей стране погромами, в частном бизнесе. И причем и разграблением, мародерством. Вот я, честно говоря, такого не видела никогда. И дай мне Бог, такого больше никогда не увидеть. Когда я считала, что американцы это люди высоких моральных принципов, и они не станут вот так вот просто мародерствовать. Вот, поэтому сейчас объявлен у нас в Тампе объявлен комендантский час. Не во всех городах, в некоторых городах и в штатах объявлены комендантские часы в разное время. У кого-то с 8, у нас, например, с 7.30 вообще нельзя выходить на улицу. Вот, полиция там будет останавливать. Но то, что я, допустим, слышала на RTVI, это вот наше русское радио, вот здесь, в Соединенных Штатах Америки, вчера я видела их репортаж из Нью-Йорка. То, что я видела по ютубу Стива Дудника репортажи из Майами, как-то особого энтузиазма не внушает. У Стива Дудника там своя у него метода, покупайте оружие, сдавайте на оружие и носите. И вот в связи с этим, вот как раз таки у меня был, вот почему я начала с этого, потому что был вопрос. Полиция за ерунду может застрелить спокойно человека, а когда погромы и протесты, они стоят как овощи и не реагируют на разбитое авто, разграбленные магазины и тому подобное. Я могу на это ответить следующее. Во-первых, не всегда полиция может там кого-то застрелить вот прямо без объяснения и прочее. Это то, что вот может быть показано, да, и как это может быть показано, это не правда в последней инстанции. Это всегда, такие моменты существуют, они уходят корнями глубоко в историю Америки. Я про это может быть как-нибудь расскажу вам, если это будет интересно. Вообще это не главная тема моего канала, да. И поэтому я вот здесь вот чистой воды обыватель, вот так, что то, что я вижу сама, то, что я знаю, и то, про то я вам могу рассказать. Вот, и поэтому говорить о том, что они вот так вот прямо без суда и следствия могут застрелить кого-то, нет, это неправда. Когда вот сейчас, в настоящее время, происходят погромы и вам могут показать. Дело в том, что вот на разных радиостанциях, да, они показывают разные вещи. Я всегда в этом случае предпочитаю смотреть то, что показывают из Америки и в Америке, а не то, что вот как бы передают, потому что нарезка может быть разная, да, закадровый голос может быть разный. И то есть это все вещи могут быть очень и очень искаженные, потому как пропаганду никто не отменял. Вот, то, что полицейские в данном случае, когда люди активно мародерствуют, этому не препятствуют, да, это все-таки говорит о том, что вы не понимаете, что здесь у каждого может быть оружие. И, естественно, каждый волнуется за себя. То, что машины грабят и сжигают на машины страховкой, страховка возместит все это, а человеческую жизнь ничего не возместит. И поэтому какой-то, будем говорить, здравый смысл вот здесь вот со стороны полицейских присутствует. То, что сейчас они могут, вот рассказывал Дудник, да, когда он стоял вот буквально в эти дни охранял склады с дорогостоящим каким-то оборудованием. И в три часа ночи к этим складам, которые находятся в глухом тупике, начала пособираться толпа, человек 30. Вот они начали собираться в три часа ночи. Ребята, это какие эти, как ее, мирные протесты? И вообще это сейчас про что? И на мой взгляд, вот тут я читаю в комментариях, кто-то пишет пандемия. И пандемия сыграла здесь свою роль, когда очень многие сидели дома просто в заперти, мало общались, мало какой-то социальной активности. И люди выходят сейчас именно из-за этого тоже. И то, что вот самое главное, в обществе накопились большие проблемы, большие проблемы, экономические и политические. И пандемия тут еще и как бы в поддон к этому подошла, да, со своей вот этой изоляцией, с тем, что люди остались без работы, они сидели и не знали, чем заниматься. В общем, все это сошлось, и все это сошлось сейчас очень некрасиво. И как и в данном случае, то, что говорит наш президент, это, мягко говоря, достойно критики. И то, как он себя ведет, и то, что он говорит, это неэффективное управление той ситуацией, которая произошла. И я здесь, конечно, не могу, вот в той ситуации, которая произошла, в том расколе, который сейчас происходит в обществе, это очень обидно наблюдать. Это очень больно наблюдать. Когда с первого дня, вот после выборов, вот начался этот раскол, когда нация перестала быть единым, когда люди вот реально на сайтах знакомства, вы можете представить, на сайтах знакомства пишут объявления на сайтах знакомства. Если вы за Трампа, даже не пишите, не звоните и не будем знакомиться. Вы можете представить, до чего это дошло. То есть раскол такой в обществе, который президент как фигура, ну никак не должен был этому потворствовать. Никак. И то есть проблемы накопились, проблем много, но на то и Америка, что она всегда идет впереди, она всегда собирает все сливки, она всегда собирает все проблемы. У меня в этой ситуации одна надежда, что они имеют вот эту обратную связь. И от людей, которые не согласны, и от людей, которые, и от полицейских, которые тоже очень часто становятся на сторону протестующих и не от хорошей жизни. То есть у нас с вами очень интересная такая жизнь, посмотреть, чем это будет развиваться и как. Потому что сейчас вот реально это дошло, вот дошло в какой-то тупик. На прошлых выборах я думала о том, что мы выбираем из плохого и худшего, да. И думала, что вот за 4 года как-то что-то все это поймут. Они о том, что это уже партии эти, они мертвые совершенно. Они не отражают интересы народа, они отражают свои собственные интересы. И одна с другой просто крысятся и больше ничего. Это не для народа. Это попраны все вот эти принципы. И то, что и сейчас прошло 4 года, ситуация не то, что не разрешилась, она ухудшилась. И мы снова должны выбирать из плохого и худшего. Это не выбор. Это не выбор для народа и не выбор для страны. И поэтому они, значит, будут думать о том, как это делать. Поэтому я сейчас как бы рассказываю вам то, что происходит, да. А что будет происходить, мы с вами посмотрим. И я рассчитываю, что иногда, вы знаете, вот такой вот выплеск, такой вот как бы этот нарыв нужно выдавить. Его невозможно, чтобы он все время был, вот зрел как-то, зрел и зрел. То, что ситуация сейчас вот для простых людей, она не очень как бы привычная, это да. И поверьте мне, вот я вот даже днем, я сейчас не хочу выходить. Я просто побаиваюсь выходить туда, где я никогда не боялась ходить. Никогда ничего не боялась в Соединенных Штатах Америки, ни днем, ни вечером. Но вот когда мы в воскресенье с мужем, вот когда в субботу были первые погромы, и мы ехали по нашей улице, которая, будем говорить, со стороны, вот в общем-то, афроамериканской стороны. И муж мне показал, он увидел. Я даже не обратила бы внимания, как по улице, вот серия почтовых ящиков, которые вот просто стоят на постаменте, почтовые ящики, они сбиты были, все эти почтовые ящики. Когда магазин, в который он ходит за сигаретами, вот этими электронами, там тоже была попытка взлома этого магазина. То есть это вот оно, вот оно уже рядом происходит с нами. И это, конечно, это очень неприятно. И что с этим делать, тоже пока непонятно. Но будем держаться, я буду держать вас на связи, и мы будем смотреть, что из этого всего происходит. На мой взгляд, лучше так, чем вот продолжается вот этот театр абсурда с этими пенсионерами, которых скоро мы будем, как в свое время членов ЦК КПСС, гонка на лафетах называлась, когда там каждый год его не успеют поставить, он же умирает. Да, какого-то присмерки, какого-то мумию какую-то ставили в советские времена, в позднесоветские. И она вот через 12-15 месяцев благополучно кончалась, и это все вело в никуда. Вот сейчас у меня полное ощущение, что здесь пришли к тому же самому. Вот, ну посмотрим. Поэтому, вот относительно полиции я хочу сказать, что право совершенно сейчас, что они очень боятся, и они не ездят, и на вызыва никакие не ездят. И они уже давно по ночам не ездят, особенно вот в афроамериканские районы. Давно не ездят по ночам. Это не позиция для полиции, когда полиция сама боится вот этого населения, которое живет, потому что оно не подчиняется. Потому что оно просто наположило на нее с прицепом. Вот, и поэтому, да, сейчас такая ситуация, вот где-то говорят о том, что если полиция не справляется вводить войска, Трамп говорит, но вопрос в том же опять, точно так же, вот как наши губернаторы брешут своему президенту, так и здесь губернаторы штатов брешут своему президенту и не рассказывают о том, какая ситуация на самом деле происходит. В общем, все это невероятно похоже сейчас, абсолютно одни и те же аналогии. И мне, конечно, в этой ситуации обидно за то, что вот как-то мои собственные идеалы и представления, они немного так рухают. Ну да бог с ними, поживем, увидим. Иногда нужно, чтобы твои идеалы и представления потихонечку падали и возвращались к реальности. А мы давайте по поводу вернемся к нашей разговору о земле. Кстати, если вы еще не подписались на мой канал, обязательно сделайте это и нажмите на колокольчик в правом верхнем углу экрана. В этом случае тогда у вас будут уведомления по поводу новых интересных видео. А у меня их громадье, я просто вот сейчас у меня лопается голова. Что можно мне вам интересного рассказать по поводу недвижимости. С вами была Арина Пинтонида, ваш риэлтор во Флориде. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Если остались вопросы, пишите в комментариях. И до встречи в наших следующих видео. Следующее видео будет про новостройки. А пока, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok